У нас сегодня было поступление на склад новой умывалки, ну это старый вариант, он выглядел вот так вот, гель для очищения лица без парабенов и без содин лаурисульфата на травах компании Каоке Тюляпу. Раньше вот он выглядел вот таким образом, это моя любимая заюзанная баночка, которую я использую, мне очень нравится и запах, и консистенция, то есть раньше он был вот таким вот красненьким, пахнет лавандой, геранью, такой очень интересный запах, вот, и этой баночки хватает надолго, но у нее большой минус, она не смывает косметику, то есть я пыталась там тень устойчиво и так далее смывать, у меня не очень получалось, поэтому я использовала какой-то гель с содин лаурисульфатом в составе, а потом уже следом использовала этот гель, этот гель он отлично убирал остатки содин лаурисульфата, то есть если наносишь его на кожу, на чистую кожу без предварительного применения содин лаурисульфата, этот гель он не пенится, но если нанести его на кожу, которая до этого помыта средством содин лаурисульфата, он начинал пенится, То есть он полностью вводил остатки моющих средств из средств с содиумололюсульфатом. А новый гель для умывания приятно пахнет розой. И вот он такой вот прозрачненький. Ой, пузырик надулся. Немножко больше выдавила. Ну что, пойдем отмываться, покажу вам, как это все выглядит. Чтобы эксперимент был более полноценным, я нанесу на руку еще и биби-крем. Это тональный крем от компании Мистин. Этот биби-крем также защищает кожу от солнца. Незаменимое средство летом. Сейчас пока уберу. И немножко массируем. Возможно, придется наносить гель несколько раз. С первого раза биби-крем смылся не до конца. И остались темные оттенки. Промокаем руку салфеткой. И что мы видим? Мы видим, что биби-крем полностью не смылся. И темные тени тоже. Вердикт. Этот гель, конечно, он хорош для чувствительной кожи. Но, к сожалению, с устойчивым макияжем он не справляется. И биби-крем он тоже не смывает. Я решила дать еще один шанс нашему гелю для очистки лица. Снова наношу толстым слоем биби-крем. Если его наности тонким слоем, он отлично постраивается под кожу. Его практически не видно. Но я его наношу маской, чтобы четко было видно, справился ли наш очищающий гель или нет. Приступаем к нашему эксперименту. Наносим гель для очистки кожи. И слегка массируем. И теперь снимаем это дело ватой. И вата полностью снимает макияж. И промакиваем салфеткой. Давайте возьмем еще одну салфетку и посмотрим. На салфетке нет следов ни биби-крема, ни теней. Смотрите. Полностью чистая рука. Я считаю, что гель с своей задачей справился. Если этот гель был заявлен как гель для проблемной кожи и для чувствительной кожи, то этот гель идет для ультра-чувствительной кожи. В составе здесь Центелла Азиатика. Экстрат розы. Он очень приятно, кстати, пахнет розой. И я уже наносила его на руку. Когда я ехала за рулем, после этого я чувствовала разницу между той рукой, на которой он был нанесен, и на которой он не был. Та рука, на которой я помыла этим гелем, она была более напитанная. Такое было чувство комфорта. А в то время как кожа на второй руке чувствовалась какую-то сухость от кондиционера машины.